Слава Господу! Верю, что сегодняшнее послание, может, для кого-то будет трудно воспринимаемо, может, для кого-то будет тяжело переварить. Я благодарен Богу за то, что у нас уже есть зрелые братья и сестры, и в первую очередь это для вас, дорогие. Если кто-то даже еще не осознает себя духовно таким зрелым, я верю, что будет пища и для вас. Для каждого я верю, что Господь сегодня приготовил пищу, хорошую пищу, духовную пищу. Вы готовы? Аппетит есть? Жажда есть? Слава Богу! Калиорикс! Приятного аппетита! Последняя проповедь, если вы помните, была о том, что мы призваны жить в духе. И когда мы учимся жить в духе, когда мы практически уже начинаем жить в духе, мы видим, что это сфера, в которой мы побеждаем. Это сфера, где мы видим победу за победой. И наоборот, когда мы видим одни поражения, когда мы видим какие-то падения, это значит, что мы оперируем не в той сфере. Это значит, что мы где-то на уровне плоти пытаемся бороться с проблемами, с грехами, с какими-то зависимостями. Но если ты научился жить в духе, ты будешь каждый день переживать победу. Потому что, живя по духу, живя по вере, живя по Слову Божьему, ты не можешь быть поражением. Кто хочет жить победоносной жизнью? Аллилуйя! Слава Господу! Это нормальное желание. Но если так по-честному признаться, видим ли мы каждый день победы, или иногда все-таки переживаем какие-то поражения. Признаем, да? Признаем мы какие-то ошибки, какие-то поражения. Ничего страшного, мы учимся, дорогие. Мы учимся. Аминь. Мы в школе Духа Святого, мы в школе Христа. Христос набирал учеников. Христос, помните, в первом веке, когда люди обращались ко Христу, они даже не назывались христианами с самого начала. Не назывались учениками просто. Это потом уже, в 11 главе Деяния, в первый раз упоминается, что в Антиохии верующие начали называться христианами. Ученики стали называться христианами. А до этого были они просто ученики. Ученик – это тот, кто учится, да? Ученик – это тот, кто пробует что-то, иногда экспериментирует что-то, иногда что-то новое узнает, иногда через ошибки свои. Через какие-то даже болезненные процессы. Но мы призваны жить в духе, мы призваны жить в победе, потому что мы призваны жить во Христе. Так вот, в прошлый раз мы немножко уже этого коснулись. Я верю, что сегодня мы немножко пойдем глубже. Поэтому я сказал, что это уже требует, может быть, больше зрелости, чтобы пойти дальше. Так вот, увидели мы, что есть сфера духа, в которой мы призваны жить и побеждать, и приносить плод, и прославлять Бога через жизнь в духе. И есть, оказывается, другая сфера, есть сфера плоти, в которой мы не хотим жить, в которой, если мы живем, то мы падаем, мы видим грех, мы видим какие-то зависимости, мы видим тьму. То есть, параллельно существует как бы два мира, или два измерения. Параллельно существует мир духа, или царство Божье, и параллельно существует жизнь плоти, или царство мира сего. То есть, два царства. Два царства, но они существуют параллельно. Знаете, хорошая аналогия. В прошлый раз мы вспоминали акулу, помните, да? Хотел бы ты встретиться с акулой, смотря где, да? Пожалуйста, на суше я готов с ней встретиться, но не в море. То есть, то же самое, смотрите, есть как бы даже здесь, на земле, мы можем увидеть несколько разных измерений. Например, у земных, там, животных, да? У них своя, как бы, своя жизнь, свои уставы, как бы, свои законы. У тех, кто живет в воде, например, там совершенно другие законы, там свой мир. И тот, кто, допустим, король на суше, да, он может оказаться, как бы, добычей в воде. Знаете, и тогда крокодилы, например, могут, там, льва схватить или тигра схватить и утащить и съесть просто его. Хотя на суше он король, да? То есть, смотрите, вот такая вот разница, есть разные миры. Даже вот параллельно мир птиц – это совершенно другой птиц. И, смотрите, у каждого живого существа есть своя сфера обитания. Да, вот это та сфера, где он не просто живет, а где он царствует, где он, как бы, чувствует себя важным, да, или безопасным, как бы, чувствует себя комфортно. И наоборот, некоторые, допустим, животные могут жить в другой среде, но они будут чувствовать себя некомфортно. Вот, да, вы видели, наверное, орлов в зоопарке, закрытых, да, под клетками. Просто, просто такой навес, ну, сколько там, ну, 10 метров высоты максимум, наверное, да. И орел тут, бедный, сидит вот так, голову повесил. И что ему там делать? Это не его стихия, это не его место. Орел должен летать, не знаю, 2 километра высоты больше даже иногда они поднимаются. Орел должен расправить крылья, орел должен наслаждаться вот этим полетом, да, он видит добычу там с высоты 2 километров. Он, он, не знаю, ну, короче, совсем другая жизнь. Да, можно, можно и человека поместить в такие условия, где он будет жить, да, не умрет, но ему там некомфортно. Дорогие, вот я хочу сегодня вас, как бы так, немножко, может быть, просить вызов вам, чтобы вы задумывались, задумывались о том, где вам комфортно. Где вам комфортно, в сфере духа или в сфере плоти? В царстве Бога или в царстве мира? Вы все, наверное, смотрели «Человек-амфибия», амфибия, да? Видели, видели фильм? Да? Кто-то читал? Читали, читали книгу, видели фильм, ну, молодежь, может, еще не сидит. Видели фильм? Видели, хорошо, молодцы. Там, помните, да, история какая, еще будучи ребенком заболел мальчик, да, заболел, и его отец, будучи там доктором, ученым, у него была болезнь легких, да, и он заменил одно легкое на жабры молодой акулы, да. И после этого ребенок, ну, этот мальчик мог проводить часть времени в море, в воде, плавая под водой, да, спокойно. И все-таки часть времени ему надо было проводить на суше, дышать воздухом. То есть где-то 50 на 50 у него было, да, 50% он должен быть в воде, 50% на суше. И, ну, там история, и любовь, и морковь, да, и там все такое интересное. Он влюбился там, и потом, короче, любовь все-таки не получилось, как бы, продолжить, потому что были там люди кровожадные и алчные, которые заставляли его там, ну, жемчуг добывать, да что-то делать. И, ну, они его передержали в воде, долго его держали в воде, из-за этого его легкие пострадали, и он уже практически не мог жить на суше. То есть оставшуюся жизнь он вынужден был жить в море, да, и поэтому он расстался со своей любовью, да, и поплыл в это море. Ну, в общем, я почему эту историю вспомнил? Очень хорошая картина того, как человек живет, по сути, в двух мирах. Человек-амфибия. Мы с вами человеки-амфибии. Потому что мы можем... Ну, амфибия, да, знаете вообще, что это такое? Амфибия – это живое существо, которое может жить в двух разных средах. Лягушка, например, да? Лягушка, например, может жить в воде, может жить на суше. Есть еще там тритоны какие-то, еще там такие присмыкающиеся, у которых есть эта способность, да, жить в разной среде. Так вот, смотрите, мы с вами интересное создание. Человек вообще интересное творение. Вот Бог, представляете, когда Бог творил человека, вы помните, что Он сотворил человека из праха земного, да? Представляете, да? Слепил, налепил глины там, налепил, намешал смесь какую-то, сделал, слепил. Вот получилась форма сначала. Сначала Он создал форму. Создал человека из праха земного. То есть материальную часть сначала Он сконструировал. И потом, написано, вдохнул в лицо человека дыхание жизнь. То есть Господь вдохнул на человека и вдохнул в него себя, вдохнул в него свою жизнь. И человек, написано, стал живой душой. Посмотрите, мы об этом и говорили и раньше, о том, что мы с вами на сегодняшний день уже, когда мы на себя смотрим, как верующие, да, мы говорим, что я дух, живущий в теле и имеющий душ. То есть, посмотрите, человек был создан тройственным. Не только тело, не только душа, но еще и дух. Дух, душа и тело. И получается, что какая-то часть человека является духом, да, то есть одна из моих частей это дух, и вторая часть это тело. И получается, ну, душа это особая, особая часть. Получается, что мой дух меня влечет в эту сферу. Мой дух меня влечет в сферу духа. Мой дух меня влечет в сферу Царства Божьего. Моему духу комфортно в Царстве Божьем. Моему духу комфортно в присутствии Божьем. Моему духу комфортно ходить в силы, ходить в славе Божьей, видеть свет Господень. Моей плоти комфортно что-то другое. Плоть хочет покушать, поспать, отдохнуть, выпить, закусить. Я не говорю сейчас о каких-то греховных вещах, хотя именно плоть склоняется к этим греховным вещам. Но в конечном итоге душа определяет, где ты на самом деле будешь проживать свою жизнь. То есть человек-амфибия, мы с вами как человек и амфибия, все-таки мы призваны с вами жить в сфере духа. Жизнь в оплоти, жизнь в этом мире, она очень ограничена для нас. Посмотрите на Господа, на Иисуса Христа. Вот если сказать Иисус, какую Он жизнь? Он жил в мире или Он жил в Царстве Божьем? Он жил в оплоти или Он жил в духе? С одной стороны, Он же пришел в мир, правильно? Так и написано, что Он пришел в мир, который сотворил Он, да? И мир не познал Его, написано. Пришел в мир, и мир не познал Его. Представляете? Тот, кто сотворил мир, пришел в мир, и мир не узнал Его. То есть Он пришел как человек. Смотрите, Он пришел как человек на уровне физическом, на уровне видимом, на уровне материальном. Но мир Его на этом уровне не познал. Потому что Его надо познавать на другом уровне. Почему? Потому что Иисус Христос, Господь, Он пришел в этот мир, но Он не был от этого мира. Он говорит много раз об этом. Евангелие от Иоанна. Он говорит о том, что Я не от мира. Давайте один отрывок прочитаем. Евангелие от Иоанна, 8 глава я прочитаю. Я один стих прочитаю. Там целый диалог идет. В 8 главе идет диалог Иисуса Христа с фарисеями. Но я не буду читать весь диалог. Это после того, как он, помните, женщина была взята в прелюбодеянии. У него спросили, что делать. Вот закон повелевает побить ее камнями, да? А ты что скажешь? Он говорит, кто из вас без греха первый, пусть бросит камень. И все разошлись. После этого у него начинается диалог. Диалог с фарисеями. И они сомневаются, что он Сын Божий. У них сомнение, что он именно тот самый Мессия. И я сейчас буду читать. Давайте с 21 стиха я начну. Опять сказал им Иисус. Я отхожу и будете искать меня. И умрете во грехе вашем. Куда я иду, вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира. Потому я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Вот это даже один стих, я 23 хотел, на 23 стихе больше акцентировать внимание. Смотрите, Иисус здесь говорит, вы от нижних, я от вышних. Казалось бы, да они в одном мире, в одном месте, даже в одном городе, в Иерусалиме сейчас находятся. И вот он говорит, вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира. Понимаете, можно быть в одном месте физически, можно жить по соседству с кем-то, да, но быть от разных миров. И соответственно даже жить в разных мирах. То, что мы с вами находимся там на одной территории с кем-то, да, даже на одной лестничной площадке, или даже в одном доме иногда, это не значит, что мы в одном мире живем. Каждый из нас может быть в разном мире. Потому что мы все можем быть от разных миров, из разных миров. Христос говорит, вы от нижних, я от вышних. Поэтому он говорит, вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. По-гречески там звучит, если не уверуете, что эгоиме, то есть я есмь. Если вы не уверуете, что я есть Яхве, да, Игова, Бог, то вы умрете во грехах ваших. Но для того, чтобы понять, что Христос есть Бог, Христос есть Сын Божий, Христос есть Яхве во плоти, его надо воспринимать в другой сфере. Его надо воспринимать в духе, а не в плоти. Помните, вот хороший, хороший такой очень яркий момент, когда в Эдемском саду мы читаем, что Бог приходил к Адаму в прохладе дня и общались они с ним, да. То есть это была как бы повседневная практика. Бог приходит, Адам, пойдем пройдемся, пойдем прогуляемся, да. И они часами там по Эдемскому саду ходят, рассказывают, общаются, да, вопросы Адаму уже задает, Бог отвечает. В общем, классно проводят время. Не знаем мы, о чем конкретно они там говорят. Но после грехопадения, когда Ева съела плот и дала Адаму, когда у обоих у них открылись глаза, что увидели, что они наги, да, хотели стать как Бог, и оказалось, что без трусов, да, оказалось, что голые. В общем, тут приходит Бог, как обычно вроде бы приходит, да, чтобы пообщаться. А Адама нету на том месте, где обычно они встречаются. Адам, где ты? Вопрос. У меня к вам вопрос. Бог знал, где Адам? Почему он спрашивает, где ты? Потому что Бог хочет, чтобы сам Адам понял, что он уже не там, где он был. Понимаете? Он уже вот с той частоты, на которой они общались с Богом, Адам спал, упал. На нижнюю частоту. Вот Христос говорит, я от вышних, вы от нижних, да, то есть есть вот эта высшая сфера, да, высшая сфера, да, или, ну, скажем, диапазон, да, высших частот. И есть низшие частоты. Он говорит, я от вышних, вы от нижних. Вот я могу с вами общаться на этом диапазоне, на вышних. Там я туда не могу сойти. Я не оттуда, у меня нету той природы, да, падшей природы, чтобы там быть. Смотрите, то есть Адам находился в одном мире, и сразу же после грехопадения он очутился в другом мире. Написано, что у них открылись глаза. Казалось бы, аллилуйя, глаза открылись. А у них открылись глаза на что-то другое. У них открылись глаза как раз на тот мир, который не нужен был. Понимаете, сегодня мы то же самое. Мы можем иметь одни и те же глаза, и они будут открыты у кого-то на один мир, а у кого-то на другой мир. Апостол Павел, помните, молится и говорит. Я молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его. Какое богатство славного наследия Его, и как безмерное величие могущества Его у вас. То есть вот, куда должны ваши глаза смотреть. Вот, что ваши должны глаза видеть. Когда Адам и Ева вкусили плод, они наоборот стали видеть тьмух, стали видеть грех. Написано, что они увидели, что они наги. Представляете, до этого даже не знали. Ходили голяком и не знали, что они наги. Перед этим написано, что они были наги и не стыдились. Не стыдились. Почему? Потому что слава Божия окутывала. Потому что слава Господня окружала их. В этой славе не видно было ноготы. Физически они были наги, но слава Господня, как облако окутывало их, как золотое сияние, оно не давало видеть ноготу. То есть они физически были наги, но духовно они были покрыты славой Божьей. В послании к римлянам Павел говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Именно из-за греха человек лишился этой славы. То есть вот это покрывало славы, покрывало праведности, оно было потеряно. И поэтому они увидели, что они наги и попытались прикрыться фиговыми листочками. Сделали себе юбочки, партушки какие-то, прикрыть свою ноготу. Дорогие, это прообраз религии. Это то, что делает религия. Религия тебе лопух какой-то даст, чтобы ты прикрылся. Или фиговый листочек даст, чтобы тебе прикрыть какой-то там грех. А, еще один грех, на еще тебе листочек, на еще один листочек. Христос же говорит о другой праведности. Бог же принимает только праведность Христову, которую мы можем получить только через веру в Иисуса Христа, как дар. Как дар. Ты ее никогда не заработаешь, ты ее никогда не достигнешь своими усилиями. Ты можешь ее принять просто как дар через веру, через веру в Иисуса Христа. Так вот, помните, Бог еще задал другой вопрос. Когда Адам ответил, я услышал голос твой и испугался, потому что я наг. Бог задает ему другой вопрос. Кто сказал тебе, что ты наг? Понимаете, когда ты попадаешь в одну сферу, в какую-то сферу, там есть свой начальник. Который будет тебе говорить, кто ты, и что ты, и что у тебя есть, и чего у тебя нет. Понимаете, если ты будешь жить в сфере духа, ты будешь знать от Господа, слышать от Господа, получать от Господа откровение. Кто ты, что у тебя есть во Христе, чем тебя Господь благословил во Христе. Если ты живешь в другой сфере, в сфере плоти, этот хозяин будет тебе говорить, что ты позорный, недостойный, грешный, и что бы ты ни делал, все равно ничего не поможет. Ты вообще пропащий. Вопрос, кто тебе говорит. То есть, в зависимости от того, в какой сфере ты живешь, в сфере духа или в сфере плоти, ты будешь слышать тот или другой голос. Я сейчас не говорю там о психических расстройствах, что кто-то слышит голоса. Нет. Ты будешь жить или под управлением одного, или под управлением другого. Знаете, что Христос когда-то сказал в разговоре с Никодимом, он говорит, рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть плоть. Смотрите, человек, по сути, не способен жить под духу, пока он не родится от духа. Поэтому Никодиму Христос и сказал, должно вам родиться свыше. Должно вам, то есть, вы должны, это необходимость. У тебя нет вариантов, если ты просто, вот опять же, попытки религии, да, религия что хочет? Просто, как бы, откорректировать твое поведение, да, откорректировать там твои привычки некоторые, чтобы ты лучше выглядел, чтобы ты лучше пах, чтобы ты лучше там, не знаю, слышался. Откорректировать просто внешнее поведение. А Христос говорит, вам надо родиться свыше. То есть, вообще, другую жизнь получить. Вам нужно стать новым человеком. Не катит, для Бога не катит вот эти все трансплантации. Ему нужна трансформация. Не трансплантация, да, не, как бы, внешняя там реконструкция, да. Не внешний косметический ремонт, да, нужен ему капитальный ремонт. До основания снести все и на новом основании все построить. Вот с этого начинается, по сути, жизнь в Духе. Человек не может жить в сфере Духа, Божьего Духа. Я сейчас не говорю о демоническом мире. Кстати, там как раз человек может себя чувствовать комфортно. Но именно в сфере Божественного Духа, в Царстве Божьем, человек не может жить, если он не рожден от Духа Божьего. Христос дальше говорит, сначала он говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Представляете? Ты даже не можешь увидеть Царство Божье. Где оно? Где оно? Как вообще в него попасть? А потом он говорит, если кто не родится от воды и Духа, не сможет войти в это Царство, Царство Божье. Смотрите, некоторые люди пытаются войти в Царство Божье. Они наблюдают, если я начну вести себя, как вот он. Вот он, возрожденный христианин, допустим. Я смотрю на него, он такой классный, да, он хорошо, ну такой пример для окружающих, да. Жизнь так видна в нем, Божья жизнь проявляется, плод его жизни есть. Вот если я так со стороны понаблюдаю за ним и буду как бы подражать ему, поступать как он, может, и я тогда вот тоже вот научусь жить в Царстве Божьем. Нет, не научишься. На Христа смотрели, на Сына Божьего, на представителя небес, на представителя небесного Отца. На Христа смотрели и не могли, как бы просто, просто двигаясь за ним, как бы переживать Царство Божье. Некоторые, наоборот, ожесточались против Бога, видя Христа, слыша, как он заявляет о себе, что он Сын Божий. Они метали, они скрежетали зубами, они готовы были побить его камнями. То есть ты не сможешь жить в сфере Духа Божьего. Ты не можешь войти в Царствие Божье, если ты не родишься от воды и духа. Все, Христос говорит, вам должно, должно вам родиться свыше. Должен ты родиться от воды и духа, чтобы войти в Царствие Божье. Мы с вами даже говорили, что даже когда мы уже рождаемся с вами от воды и духа, это еще не значит, что автоматически мы научились жить по духу. Да, у нас появляется способность, во всяком случае, войти в Царствие Божье и жить в Царстве Божье. Жить в этой сфере, в сфере Духа. Я сейчас понятно говорю или кому-то это очень тяжело? Скажите мне, чтобы я перестроился. Понятно, да? Хорошо. Продолжаем? Хорошо. Слава Богу. То есть, рождение необходимо, чтобы появилась вообще способность войти в Царство Божье. А уже войдя в Царство Божье, родившись для Бога, да, ты учишься теперь жить, каждый день ты учишься жить по духу. Ты учишься жить в этой сфере. Смотрите, вот как мы учились жить, ну, в детстве, да, как мы учились жить в оплоти, как мы учились жить в этом мире. Послушайте, вот подумайте, очень хорошая аналогия. Смотри, ты родился даже, ты, ну, ты не планировал сам себя родить, да, ты свое рождение, ты не планировал. Ну, я верю, что у Бога был план, во-первых, чтобы ты родился. Во-вторых, родители, да, что-то вот там задумали и родили тебя. Вот, ну, смотри, как ты узнавал вообще себя, как ты начинал жить в этой сфере. Ты родился, в первую очередь, в физической сфере, да, как плоть. Родился от плоти, ты плоть. Вот, ты учишься, все, все, учишься. То, что ты сегодня бегаешь, прыгаешь, там, разговариваешь, поешь, не знаю, делаешь какую-то сложную работу, ты же не сразу это начал, правильно? Ты же не с рождения это начал. Но почему-то иногда вот от христиан ожидают, что вот ты крестился, это все, на следующий день ты уже должен прям плоды святости являть всем. Нет, эти плоды должны еще созреть. Иногда это берет дольше времени, у кого-то меньше. Но смотри, ты начинал привыкать вообще к своему телу, правильно? Смотрите, вот вы можете даже вспомнить, не знаю, кто, какое время вспомнит. Вот кто из вас вспомнит самый ранний период? Какой самый? Я, наверное, помню, мне было где-то два с половиной года. Я помню, вот первый раз я могу вспомнить именно вот какой-то эпизод из моей жизни, когда мне было два с половиной года. Миша говорил, что он помнил даже какой-то эпизод из роддома, да? Представляете? Это, ну, может быть, совсем какой-то коротенький. Год. Что еще? Кто помнит еще? У кого? Полтора года. И обычно вот это какое-то яркое воспоминание. Вот первое ваше детское воспоминание, самое раннее, что вы можете вспомнить, оно обычно такое яркое. И может быть у кого-то болезненное, кстати. Да? Болезненное. Иногда, почему оно запоминается? Потому что оно очень яркое. Или в хорошую сторону яркое, да? Очень такие позитивные переживания. Или наоборот, какое-то болезненное. Но смотрите, мы даже вот чувствовать, мы чувствовать, как бы осознаем, что мы чувствовать научились позже. Хотя мы-то живые уже с самого рождения. Но вспоминаем о каких-то чувствах, что мы переживали гораздо позже. Но смотрите, мы постепенно, мы привыкаем к своему телу, да? Мы рождаемся. Почему там иногда ребенок себе там пальцем в глаз, да, там ухо или ногой в ухо себе может почесать ухо себе. Он еще не координирует свое тело. У него еще, как бы, вот координация не сильно развита. Поэтому их пеленали. Сейчас, не знаю, сейчас уже вроде мода прошла на пеленки, да? Почему их пеленали? Потому что ребенок мог себе там куда-нибудь воткнуть. Перчатки одевают, да, специальные такие рукавички. Ну, то есть, почему? Потому что он еще не привык к своему телу. Он растет, он постепенно, постепенно привыкает к своему телу. И потом, да, вот он учится уже там ползать сначала, да, сидеть, ползать, ходить, бегать. Потом, когда дети ваши начинают кушать, да, там то в ухо попал, то в глаз себе попал ложкой, да, там то такой сидит заляпанный весь. Костя, у него еще видео есть, да, как он там кушает что-то у него такое все. Весь в этом слюнявчике он весь заляпанный. Ну, так это классно, смотрите, мы смотрим, мы восхищаемся, мы улыбаемся, мы радуемся, аллилуйя. Это вот для его периода это классно, для этого возраста это совершенство. И, смотрите, постепенно, постепенно мы привыкаем просто к ощущениям, да, мы привыкаем свое тело контролировать, ощущать. Потом мы привыкаем воспринимать мир, как-то взаимодействовать с миром. И опять это все через ощущения, смотрите. Зрение, слух, обоняние, осознание, вкус, да, мы все пробуем на вкус, мы все хотим пощупать, мы все хотим посмотреть. Мы изучаем мир через органы чувств. И одновременно мы узнаем себя, узнаем мир, узнаем себя. И вот сколько лет мы потратили на то, чтобы научиться жить воплоти? Нам кажется, да ничего, мы даже и не напрягались особо, да? Но, смотрите, много чего мы научились. Когда ты поселяешься в сферу духа, когда ты начинаешь наслаждаться жизнью с Богом, ты тоже не замечаешь, как ты растешь. Ты тоже не замечаешь, как ты привыкаешь к вот этим органам чувств уже духовных. Ты сам не замечаешь, как у тебя появляются какие-то духовные ощущения, духовное восприятие окружающего мира, духовное толкование каких-то событий, моментов, ситуаций. Потому что ты уже живешь в любом сфере. И вот все время у нас, получается, идет вот такая вот дилемма. Мы все время находимся в дилемме, что для нас более реальное. Сфера плоти, к которой мы привыкли больше вообще-то, да? По большому счету, если взять мою жизнь, наверное, первую половину моей жизни, я Бога не знал, да? То есть жил как бы в миру, вот как раз в этой сфере. Но теперь мы уже здесь. Но все равно вот те привычки, те какие-то, то, что закладывалось в нашей плотской жизни, этой жизни по плоти, оно не сразу выветривается, не сразу как бы мы от него освобождаемся. Поэтому апостол Павел нас призывает очень часто обновиться духом ума. Посмотрите, когда мы попадаем вот в эту дилемму, да? Уже хочу жить по-божьему, уже вкусил какую-то духовную такую сладость, да? От жизни с Богом. Но чувствую, что слаб еще, да? Куда-то тянет то туда, то сюда, то здесь упал, здесь споткнулся, здесь мордой ляпнулся вообще в грязь. То есть, и вот думаем, да? Как все-таки этот баланс все-таки отработать, чтобы находиться здесь, в сфере духов? И Павел говорит о нашем мышлении. Апостол Павел много раз об этом акцентирует на это внимание. Обновляйтесь духом ума вашего. Преображайтесь обновлением ума вашего. О, вот она. Вот эта черепная коробка, когда вот в ней что-то есть, которое, по сути, определяет, где ты будешь находиться, что ты будешь переживать. Дух или плоть? Как ты будешь ходить? По духу или по плоти? Даже когда мы узнаем вот эти божьи стандарты, да? Что у Бога, о, стандарты какие высокие, как они должны жить? Вот даже 10 заповедей мы, может, узнали до того, задолго до того, как мы слышали Евангелие, да? Уже нам кто-то говорил о 10 заповедях. Даже не в религиозной форме, да? Это, по сути, кодекс строителя коммунизма, те же самые заповеди, только без Бога, да? Вот старайся жить вот так, вот это вот правильные стандарты. И сами же коммунисты не могут этих стандартов придерживаться и часто, наоборот, разочаровывают. В Римлянам, в 7 главе, я один стих прочитаю. Римлянам, 7 глава, 25 стих. 24-й, 25-й. Или я с 22-го начну, ладно, чтобы меньше добавлять своего, я лучше прочитаю. Смотрите, Павел уже говорит о том состоянии, когда он хочет жить по заповедям Божьим. Он хочет эти стандарты соблюдать. Но он говорит, я не могу. Хочу делать доброе, а получается злое. Злого не хочу, делаю. Доброе хочу, не делаю. И вот смотрите, что он говорит. Ну, 21-го даже. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Видите, он видит эту дилемму, эту борьбу. Да, дух хочет жить здесь и доставляет удовольствие, радость угождать Богу. А в теле, говорит, вижу другой закон, в членах моих вижу другой закон. 24-й стих, смотрите, он говорит, бедный я человек. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Мы думаем, что тело виновата. Кто избавит меня от всего тела смерти? Нам иногда казалось бы, вот не было бы этого тела, там вообще было бы все хорошо. Дух такой свободный, в полете, как орел летает, в царстве Божьем, с Богом общается. Не надо это тело. На самом деле, Бог задумал нас именно как амфибии, да? Бог задумал нас, чтобы мы, живя в этом теле, жили по духу. Живя в теле, все-таки мы можем жить по духу. Мы призваны к этому. Христос нам показал пример. Он жил в теле, но он жил не по законам мира, он не от мира, но по духу. Было от другого царства. Смотрите, он говорит, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И следующий стих. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, смотрите, мне нравится этот вывод, который он делает. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. О чем это говорит, дорогие? Плоть после грехопадения, да, вообще любая человеческая плоть обречена на грех. Обречена на грех. Поэтому пытаться исправлять плоть, то, что делает религия, бесполезно. Пытаться перевоспитывать плод, плод бесполезно. Ты можешь ее наказывать, да, там как есть вообще религии, какие-то течения, которые там себя бичуют до крови, да, истязают себя вот за то, чтобы как бы все болело, чтобы даже не думать о чем-то греховном, да. Не работает, не помогает. На следующий день опять придется себя лупить еще больше. Потому что вот все равно, да, возникла какая-то негативность. Если физически не сделал, мыслью согрешил, словом согрешил. То есть с плотью работать бесполезно. Единственный приговор плоти это смерть. Плоть должна умереть, чтобы не грешить. По-другому она не способна. По-другому ты ее не заставишь не грешить. Не заставишь. Вот такой она зверь, вот такое оно животное. Не заставишь. Сколько волка не корми, а имей 100 рублей. Сколько волка не корми, а он в лес смотрит. Да, то есть все равно она будет смотреть туда. Плоть все равно будет смотреть туда. И Павел даже, смотрите, Павел это признает. Павел это, он говорит, умом я здесь, умом я нахожу удовольствие в законе Божьем. Умом я служу закону Божьим, а плотью закону греха. Но смотрите, он почему-то говорит благодарение Богу, Иисусом Христом. Он благодарит Бога за Иисуса Христа. Почему-то? Потому что Христос своей смертью обеспечил нам смерть нашей плоти. И с этого, кстати, следующая глава начинается, я чуть-чуть продолжу. Смотрите, после этого сразу же Павел говорит, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Смотрите, если ты живешь, ты еще все живешь во плоти, но ты живешь по духу во Христе Иисусе, и тебе нет никакого осуждения. Ты говоришь, ну почему, Поль же, где-то там согрешила, где-то там посмотрела не туда, где-то послушала что-то не то, где-то ляпнула языком что-то не то. А Бог уже это не видел. Он тебя воспринимает, как мертвого по плоти. Дальше Он говорит, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть, когда ты своим умом, смотрите, чуть дальше Он будет говорить уже конкретно о мышлении, о нашем уме. Когда ты умом своим соединен с Духом, Бог тебя не воспринимает плоти. И Бог тебе не вменяет твоих грехов. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть, когда ты живешь по Духу, вот этот закон сильнее закона греха и смерти. То есть, Павел, помните, еще такое выражение есть в Галатам, в Галатам, в 5 главе 16 стих, он говорит, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, когда ты стоишь в сфере Духа, когда ты живешь в сфере Духа, когда ты себя воспринимаешь своим умом, Духом, ты не будешь исполнять вожделение плоти. Дальше, смотрите. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу. Смотрите, для чего приходил Христос? Он приходил в подобии плоти греховной, смотрите. В подобии плоти греховной. Он в человеческом теле, но его тело даже было, можно сказать, из другого теста. То есть, в нем не было греховного ДНК, в нем не было греховной природы Адама. Он был зачат от Духа Святого и от Девы. И поэтому он не имел в себе вот этой части греховной природы, ДНК падшего человека в нем не было. Он в подобии плоти греховной пришел и принес себя в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Смотрите, для того, чтобы оправдание закона исполнилось во мне, мне не надо исполнить закон. Мне надо принять то, что сделал Христос за меня. Понимаете? То есть, Христос в подобии плоти греховной принес себя в жертву за грех, чтобы оправдание закона исполнилось во мне, живущему не по плоти, но по Духу. Но чтобы это исполнилось, я должен верить, я должен жить Духом, по Духу. Жить по Духу – это значит воспринимать вот именно то, что сделал Бог, то, что сделал Христос. Ибо живущие по плоти оплотском помышляют, а живущие по Духу – отдуховно. Вот он секрет, смотрите. Какая причина, почему люди живут по плоти? Ну, потому что оплотском помышляют. То есть, последствия мышления оплотского есть жизнь по плоти. А причина, почему люди живут по Духу? Это потому что они помышляют о Духовном. Помышляют по Духовному. Помышление оплотские суть смерти, помышление духовной – жизнь и мир. Опять мы приходим к тому, чтобы увидеть необходимость обновления ума, дорогие. Хотя мы и подобные амфибиям, мы отчасти живем в этом мире, и на уровне физическом мы в принципе не особо отличаемся от животных. Такие же конечности, такие же внутренние органы, и есть даже эксперименты, и даже медицина использует иногда некоторые органы из животных, чтобы пересадить к человеку, и нормально работают. То есть в этом плане не сильно большое отличие человека от животного, но человек должен осознать себя духом. А прежде чем осознать себя духом, он должен родиться от духа, он должен стать духом. Рожденный от духа есть дух. И когда уже стал ты духом, живи как дух, ассоциируй себя как дух. Свой разум соединяй с собой как с духом, а не как с телом. Я понимаю, я даже молился сегодня, Господь, мне кажется самому эта тема такая вот непростая. Я молюсь, Господь, чтобы ты дал мне способность передать, хотя бы отчасти, чтобы я мог передать братьям и сестрам, чтобы оно принесло пользу. Вот что нам, чему нам можно научиться, даже сегодня, вот что мы можем сегодня взять для того, чтобы наша жизнь была в духе, для того, чтобы наша жизнь была полна Божьего присутствия, наша жизнь была полна славы Божьей, наша жизнь была полна побед Божьей. Нам кажется, это наверное сложно Это может даже кому-то кажется невозможно Я верю, что сегодня, дорогие Я верю, что сегодня Это вполне реально Это вполне возможно Чтобы мы каждый день ходили в Божьем присутствии Каждый день ходили в Божьем помазанном Каждый день ходили в силе Божьей Каждый день видели славу Божью Каждый день видели чудеса, знамения сверхъестественные какие-то проявления. Я верю, что это возможно. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы в этом жили. Но это сфера Духа. Это сфера Духа. Многие христиане говорят, о, сегодня уже чудес не существует. Забудьте, это было когда-то. Где ты живешь, дорогой брат? Где ты живешь? Ты не в том мире живешь. Да, ты можешь быть рожден от Бога, но ты все еще живешь в естественной сфере. Дорогие, мы призваны с вами ходить в сверхъестественную сферу. Мы призваны с вами ходить в Царство Божье. Мы призваны с вами ходить в Духе, в Победе, во Славе Божьей. Апостол Павел, смотрите, что говорит. Я уже буду заканчивать. Павел говорит, я прочитаю Галатом. Из послания Галатом два места. И уже будем мы к вечере Господней готовиться. Смотрите, что Павел говорит во второй главе Галатом, 19-20. Он говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся в Христу. И не я уже живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Интересно, в одном отрывке Павел говорит, что я умер, с одной стороны, да? С другой стороны, он говорит, я живу. Законом я умер для закона, но для чего? Чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Я умер, да? Для этой сферы, для плоти. Чтобы жить для Бога. Он говорит, уже не я живу, то есть я умер, я уже не живу. Но живет во мне Христос. А что ныне все-таки живу во плоти, да? То все-таки живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вторая глава Галатом, 19-20. Понимаете? Вроде бы живу во плоти. Но не живу. Но живет во мне Христос. Вроде бы я умер для закона. Но живу для Бога. Понимаете разницы? То есть ты не умираешь физически. Но Бог тебя воспринимает умершим для греха, умершим для мира. Умершим для закона. Многие еще из нас, наверное, не до конца это понят. Многие из нас еще живы для закона. Живы для греха. И они судят это по своему личному опыту, по своему ощущениям. Ну как же, вот если я вчера там согрешил, что-то сделал правильно. Это значит, я еще жив для греха. Это ты сказал. А Бог что сказал? А Бог говорит, почитайте себя умершими для греха. Потому что Христос осуществил уже вашу смерть. Верьте, что там уже произошло все. Я сораспялся Христу, Павел говорит. И не я уже живу, но живет во мне Христос. Я сораспялся. То есть я умер вместе с Ним. А кого вы сейчас видите? Да, вы меня видите, но живет во мне Христос. Что я ныне живу воплоти, живу верою Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это, я думаю, надо еще нам об этом размышлять, 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 переваривать. Мы еще не переварили это, дорогие. Мы еще не переварили это. В этом же послании, в шестой главе, буду заканчивать уже, последний стих. Шестая глава, 14 стих, Калата. Павел говорит. Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Подумайте. Павел говорит. Я буду хвалиться только крестом Господа Иисуса Христа, на котором для меня мир распят. Мира для меня уже не существует. Мир для меня умер уже. Он распят вместе с Иисусом. Мир распят на кресте. И знаете что? И я там тоже распят для мира. То есть мир умер для меня, я умер для мира. Все. Друг для друга мы умерли. Как я могу жить в этом мире? Это вот здесь, дорогие. Вот здесь. Вот здесь. Это все в нашем разуме. Это все в нашем мышлении. Я распялся Христу. Законам я умер для закона, чтобы жить для Бога. Дорогие, мы призваны жить для Бога. Но для Бога мы можем жить только в сфере духа. В сфере плоти, вот в сфере религии не можешь угодить Богу. Помышляя по плоти, помните, Павел говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут. Это не значит, что они не будут стараться. Это не значит, что они ничего не будут делать. Они наоборот будут напрягаться, они будут потеть, они будут кряхтеть, будут вот истязать себя от этого, бить себя, стягать себя, наказывать самих себя за какие-то грехи, думая, что это угодит Богу. Не проходит. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Все, в этой сфере, как бы ты себя ни вел, знаете, что в этой сфере, в сфере плоти, очень-очень много религиозных людей, которые вот с виду вот такие, знаете, чуть ли не сияние вокруг них там. Они вот такие, посмотришь на них прям, пример, да, хочется, ну, поведение прекрасное, приятное, люди, да, там. В чистеньких, не знаю, в галстучках, в пиджачках. Но Христос на таких говорит, вы гробы окрашены. Понимаете? Вот в этой сфере, как бы ты ни старался, как бы ты ни напрягался, как бы ты ни потел, в этой сфере, в сфере плоти, забудь, не угодишь Богу никогда. И наоборот, здесь ты будешь жить по духу, внешне ты еще несовершенный, внешне ты будешь ошибаться, внешне ты будешь делать какие-то глупости. А Бог видит тебя святый. А Бог радуется и говорит, о, ты мой сыночек-младенец, обкакался, ну и что, молодец, мне это нравится. Уписался, хорошо, мне это нравится, поменяем памперсы, ничего страшного. Понимаете, здесь Он твоих грехов не видит. Здесь ты для Него сын, здесь ты для Него дочь, здесь ты победитель. Здесь ты святой, здесь ты наследник, здесь ты праведен. Аминь. Слава Иисусу. Благодарим Господа за крестью. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим. Если не трудно, давайте встанем. Благодарим тебя, Отец, за то, что ты призвал нас жить в духе. Отец, я прошу тебя, Господь, чтобы Дух твой святой завершил эту работу, которую ты сейчас начал через эту проповедь. Я не уверен, что все меня правильно все поняли. Я верю, что ты можешь, Господь, объяснить, прояснить, показать, рассказать, донести лучше намного Дух святой. Я молюсь, Господи, чтобы Дух святой продолжал свою работу в каждом сердце, Господь. Чтобы ты, Господи, возбудил нас сильную-сильную жажду, Господь, по тебе. Сильную-сильную жажду по общению с тобой, Господи. Сильную-сильную жажду и голод по близости с тобой, Господи. Сильную жажду по жизни в духе. Господь, это возможно Мы верим, что это возможно И Ты хочешь, чтобы мы жили там Ты хочешь, чтобы мы жили в этой сфере Чтобы мы двигались в этой сфере Чтобы мы видели чудеса и знамения в нашей жизни Каждый день Чтобы мы, Господи, наслаждались победой Твоей Каждый день Чтобы мы видели славу Твою Каждый день в нашей жизни, Господь Во имя Иисуса Христа, Господь Благослови нас Благослови нас, Господь. И ты сейчас видишь жажду, Господь. Ты сейчас видишь жажду. Ты говоришь, жаждущий, приходи ко мне и пей. Господь, никому насильно ты не зальешь эту живую воду. Никого насильно ты не заставишь жить по духу. Но ты призываешь нас, ты приглашаешь нас. Кто жаждет, иди и пей. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты обеспечил нашу смерть для мира сего. Ты обеспечил нашу смерть для плоти. Ты обеспечил нашу смерть для греха, для закона, для сатаны. Мы мертвы для греха, Господь. И мы живы для тебя. Мы сораспяты с тобой, чтобы жить для Бога. Живи в нас, Христос. Живи в нас. Проявляй себя в нас. Проявляй себя через нас, Господь. Пусть люди вокруг нас видят тебя. Пусть люди через нас видят тебя, Господь. Пусть, глядя на церковь, глядя даже на самого незрелого христианина, чтобы они видели тебя, Господь. Видели твою силу, твою славу. Благослови нас, Господь. Благослови нас, Господь. Мы жаждем тебя. Мы хотим быть ближе к тебе, Господь. Мы хотим лучше знать тебя. Мы хотим быть пропитаны тобой, Господь. Пропитывай нас Духом твоим, Господи, и проявляй себя через нас, Господь. Пусть твоя жизнь выражается через нас. Пусть твой свет, Господь, светит через нас. Пусть твоя слава сияет через нас, Господь. Да будет имя твое благословенное. Да будет имя твое прославленное. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.